Друзья, добрый день. Сегодня в нашем видеообзоре кроссовер Kia Seltos. На видео автомобиль в комплектации Luxe с бензиновым мотором объемом 1,6 литра с полным приводом и с механической коробкой передач. Цвет автомобиля ярко-синий металлик. На автомобиле установлен пластиковый обвес черного цвета по периметру кузова. Колесные арки декорированы черными пластиковыми накладками. Диски литые 16 дюймовые с шинами размерностью 205 на 60. Задние тормоза дисковые. В заднем бампере расположен парктроник. Камера заднего вида расположена над задним номером. Рейлинги окрашены в серебристый цвет. Боковые зеркала и ручки двери окрашены в цвет кузова. Брелок ключа с тремя кнопками. Система без ключевого доступа не предусмотрена. Заглянем внутрь. Посмотрим на карту передней двери и водительское место. Салон автомобиля выполнен в темных тонах. Рулевое колесо многофункциональное с кожаной отделкой. Обивка сидений тканевая. Водительское сидение оснащено механической регулировкой по высоте. Включим зажигание автомобиля с помощью ключа. Панель приборов аналоговая с многофункциональным дисплеем посередине. Левый подрулевой переключатель отвечает за управление осветительными приборами. Предусмотрен автоматический режим. Включим габарит на огне, ближний свет и противотуманные фары. Указатели поворотов. Левый и правый. Помигаем дальним светом. Аварийная сигнализация. Выйдем из автомобиля и осмотрим автомобиль детально с включенными световыми приборами. Боковые зеркала с повторительными указателями поворотов. Автомобиль оснащен галогенными фарами. Передние противотуманные фары галогенные. Передний парктроник не предусмотрен. Задние стекла безоводской тонировки. Клиренс автомобиля составляет 185 мм. Задние фонари с обычными лампами. Задняя противотуманка расположена посередине в заднем бампере. Возвращаемся в автомобиль. Кнопки управления центральным замком. Блок электрических регулировок боковой зеркал. Система электроскладывания боковой зеркал не предусмотрена. Блок управления передними и задними электростеклоподъемниками. Только водительский стеклоподъемник с доводчиком. Регулировка корректора фар. Регулировка яркости панели приборов. Кнопка отключения системы стабилизации. Правый подрулевой переключатель отвечает за управление передними и задними дворниками. Автоматический режим не предусмотрен. Кнопки справа на руле отвечают за выбор информации, выводимый на многофункциональный дисплей. На дисплей можно вывести информацию маршрутного компьютера, информацию о давлении в шинах и настройке автомобиля. Кнопки справа на руле отвечают за управление круиз-контролем. Дефлекторы системы вентиляции расположены посередине в передней панели. В автомобиле установлена мультимедийная система с светным сенсорным дисплеем размерностью 8 дюймов. В составе акустической системы 6 динамиков. Встроенная навигационная система не предусмотрена. Мультимедийная система поддержит радио в диапазонах FM и AM. Мультимедийная система поддержит Bluetooth-аудио и присоединение внешних устройств через USB-разъемы. Мультимедийная система поддержит Hands-Free. Это позволяет говорить и управлять телефоном без помощи рук. Мультимедийная система поддержит Apple CarPlay и Android Auto. Это дает возможность подключить к автомобилю смартфон и вывести на дисплей сертифицированные приложения. Кнопки на руле дублируют управление аудиосистемой. Доступна регулировка громкости, выбор радиостанций или треков и управление мобильным телефоном. Климат-контроль однозонный. Включим систему с помощью кнопки авто. Регулировка интенсивности обдува. Регулировка температуры. Выбор направления обдува. Кнопки переключения и рециркуляции воздуха. Кнопка ОС отвечает за включение кондиционера. Кнопка включения электробогрева заднего стекла и боковых зеркал. Потолок серого цвета. Водительский противосолнечный козырек с макияжным зеркалом с подсветкой. На потолке расположено освещение для водителя и пассажира. На потолке расположена кнопка системы AeroGlonass. Пассажирский противосолнечный козырек с макияжным зеркалом с подсветкой. Посмотрим на задний ряд сидений. Он оснащен тремя подголовниками. Центральный подлокотник с боксом. Крышка подлокотника не регулируется. В центральном тоннеле предусмотрены подстаканники. Перед рычагом коробки передач расположены два USB разъема и розетка на 12 вольт. Бардачок с подсветкой отделан пластиком. Кнопка включения электробогрева руля. Кнопки подогрева передних сидений. Подогрев трехрежимный. Кнопка включения системы помощи при движении по склону. Кнопка включения имитации блокировки центрального дифференциала. Ручной тормоз механический. Индикация ручника на панели приборов. Коробка передач механическая шестиступенчатая. При включении задней передачи активируется задний парктроник и камера заднего вида. Теперь перейдем к осмотру заднего ряда сидений. Посмотрим на карту задней двери на задний ряд. Оценим, как выглядит передняя приборная панель. Освещение для задних пассажиров расположено в центре крыши. Салон от багажника отделен полкой. Заднее сидение без центрального подлокотника. Карман для вещей предусмотрен только в спинке пассажирского кресла. Задние стеклоподъемники электрические. Стекло при открытии опускается не полностью. На потолке на дверью находится ручка с крючком. Теперь перейдем к осмотру багажника. Объем багажника составляет 433 литра. В оснащении багажника предусмотрена подсветка. Боковины багажника отделаны пластиком, а пол – ворсом. Под полом в багажнике расположено запасное колесо с набором инструментов. Для сложения спинки заднего сидения необходимо потянуть за рычаг. Сидение 2-го ряда складывается в соотношении 60 на 40. При сложении сидений образуется небольшая ступенька. При сложных сидениях объем багажника составляет 1393 литра. Для закрытия багажника предусмотрена ручка. Ключок бензобака открывается из салона автомобиля. Объем топливного бака составляет 54 литра. Теперь заглянем под капот, который открывается с помощью этого рычага. Капот фиксируется с помощью ручного упора. Крышка капота отделана шумоизоляцией. Двигатель атмосферный, бензиновый, 4-циндровый. Объем 1,6 литра с отдачей 121 л.с. Мы с вами осмотрели кроссовер Kia Salto с комплектацией Luxe. С бензиновым мотором объемом 1,6 литра, с полным приводом и с механической коробкой передач. Актуальную прайсовую цену на аналогичный автомобиль вы можете посмотреть в каталоге DROM. Ссылка в описании к видеоролику. Благодарим за помощь в съемках в дилерский центр автоспеццентр Kia Sever. Автомобили в наличии вы можете посмотреть по ссылке в описании к видеоролику. Друзья, ну вот наше видео и подходит к концу. Не забывайте ставить лайки и писать в комментариях понравилась ли вам машина и какие еще автомобили вы хотели бы увидеть на обзоре. И самое главное, подписывайтесь на канал DROM. До скорых встреч.